Всем привет! Это рубрика 24 вопроса на Спорт24. Меня зовут Анна Рыбрагимов. И для нас уже традиция играть в настольные игры с футболистами московского Спартака. У нас в гостях вратарь Артем Рыбров. Артем, привет! Привет, Анна. Во что вы играете с футболистами Спартака на базе? В какие настольные игры? Мало во что играем. В принципе, это в основном приставки. Да, ну тут домино, я думаю, хороший вариант. Вспомнить детство. Начнем? Давай попробуем. Любимый футболист? Любимый футболист сейчас, наверное, это Буфон, потому что человек отличную карьеру провел. И он реально человек, которому хочется смотреть, которому хочется, наверное, пообщаться, хотелось, да, вне футбола. Поэтому для меня он пример, скажем так, для подражания не только на поле, но и за пределами. А из полевых? Из полевых? Дед Рогба мне всегда нравился. Ну, вот эти какой-то, не знаю, как он голы даже отмечал, вот это он постоянно бежал. Миша у нас недавно тогда забил, еще Джик его постоянно подкалывал на эту тему. Лучший спортсмен за всю историю человечества? Мне кажется, как вратарю было бы здорово назвать Льва Яшей. Я считаю, что он легенда. Давай составим топ лучших вратарей. Три лучших вратаря за всю историю футбола. Понятно, я как патриот, мне бы хотелось назвать Яшина Досаева-Кинфеева, да, но мы начнем тогда Яшина, Буфона, а между ними, ну, возьмем, допустим, Шумахера. Представим, что ты тренер, тебе нужно собрать команду из пяти человек. Такая вот мини-футбольная команда. Кто туда войдет? Собитого, наверное, сзади бы в оборону поставил, чтобы человек был такой, там, выгрызал все подряд. Белядину где-то там впереди ферить. На фланг горбанца Андрюху тоже он неплохо двигается. И Баженова Никита. Ну, себя ворота, конечно, если я их уже взял, как они без меня не... Давай вот так вот, шестерочку. Самое яркое воспоминание из чемпионского сезона? Последняя заключительная игра, хоть она не чемпионат, но домашняя заключительная игра с Териком, когда весь народ высыпал на стадион, на поле, и вообще какое-то безумие творилось. И мы думали, как вообще ноги оттуда унести, но на самом деле было круто. Я думаю, такое больше никогда не повторится. Тебе довелось пообщаться с Марковом Бастеном? Расскажи, при каких условиях и как он, ну, как человек? Пообщаться, наверное, громко сказано. Вообще мы должны были с Курш играть, но я, посмотрев на него сзади, скажем так, как он на площадке двигается, понял, что бесполезно. Нас просто представили, познакомили, и про Квинси он спросил, как у Квинси дела. Ну, прикольно, это два-три слова, не более того. Ну, было, естественно, приятно прикоснуться к легенде, даже там, потрогать его, сфотографироваться, это, конечно, здорово. Сейчас Квинси, ну, где-то в Инстаграме, может, какие-то комментарии там оставить друг другу. Но при этом за ним, конечно, смотрим, переживаем. Если бы не футбол, каким бы видом спорта ты бы занимался, выступал бы профессионально? Я думаю, я стал бы ветеринаром, вот как раз мы с тобой сейчас увидели, да, товарища, которого 15 лет не видел, и, да, я шел сюда, случайно встретил. Наверное, я за тем же столом бы сейчас сидел бы с ним и обсуждал какой-то там ветеринарный симпозиум. Любимый фильм, любимый актер или актриса? Любимый фильм, кто у нас? Том Хэнкс у нас был, да? На «Необитаемый монстр» это его. Изгой. А если бы ты был бы сценаристом, о чем было твое кино? Люблю такие фильмы, не плаксивые, но серьезные какие-то фильмы. Я думаю, какой-то был про жизнь, про жизнь, скорее всего, о том, как человек добивается какой-то своей цели, когда он проходит какие-то преграды там. Какую книгу ты мне посоветуешь прочитать? Книгу? Я тебе, я Камбарова тоже советовал недавно, а то он, не знаю, уже полгода, по-моему, читает, никак не прочитает. Ну, Драйзера, трилогию, конечно, «Финансист, Титан» и «Стоик». А вообще, какую книгу должен прочитать каждый футболист? Ну, тут же, наверное, «Мастер Маргарита», мне кажется, нужно прочитать. Чей YouTube-канал ты смотришь? Ваш, наверное, теперь буду смотреть после этой встречи, да, что же делать. А так, Дудь, конечно, нравится, я думаю, сейчас вся страна его смотрит. А вообще, «Инстаграм» – это зависимость для тебя? Честно, телефон стал больше зависимости, наверное, не столько «Инстаграм», а именно телефон, потому что постоянно какие-то сообщения, постоянно какие-то дела, почта, платежки, туда-сюда, и ты просто на телефоне живешь. А, у меня нету. Ходи. У тебя очень большие и интересные посты в «Инстаграме», у меня посетила мысль, а не планируешь ли ты после завершения карьеры уйти в «Медиа»? В «Медиа»? Ну, вы меня позовете, может, вам нужен оператор тут или кто, свет нам будет настроить. Соведущий, может быть. Соведущий, ну, это надо, как, знаешь, контракт, когда ты постепенно, постепенно должен подписывать контракт за контрактом. Так же у вас сначала тут рядышком посидеть с тобой, там, полы пару раз поднести. Много всяких интересных вещей, интересных вещей, куда хотелось бы вписаться, но пока хочется еще поиграть в футбол. Александр Максименко просит у тебя советов? Он советуется, мне это нравится, он подходит ко мне и в личной жизни может что-то спросить, в принципе, да, по каким делам. Понятно, они спрашивают, с какой девочкой, с блондинкой или с брюнеткой, мы это не обсуждаем, но обращается с советами, мне это сейчас скажу приятно. Вот так вот. Не подсказывать тебе там нет никто. Самый противный футболист, против которого ты играл? Самый противный? Да. Ну, колючий, это верблум, конечно, он колючий, он неприятный, постоянно там к судье обращается, постоянно дергает всех. Хотя игра заканчивается, он всегда улыбается такой, обнимется. Обнимается. Я рассматриваю, как люди, которые меня постоянно забивали. Это хал, конечно. Делал ли ты когда-нибудь ставки? Ставки? Да. Это было лет, наверное, мне 15, там, я попробовал 100 рублей поставил, для меня тогда это были деньги на какую-то игру, и после этого сказал, что я больше никогда на деньги не буду играть. Когда в последний раз приходил штраф ГИБДД? Штраф ГИБДД, да вот недавно, папа уже ругается, постоянно приходит, но у меня такие, знаешь, приходят, они как бывают большие, а у меня там вот там 2 километра, 3, вот, то-то такого, или там где-то пересек вот эту линию, или опаздываешь на автобус. Театр или кино? Театр. Для меня все-таки театр, потому что это лайф. Люди живые, они перед тобой, кино понятное, можешь в любой момент включить, там поставить паузу, там люди не будут заговариваться, они не будут ошибаться, а в театре редко, но такое случается, они передают тебе вот эти самые эмоции, они дарят их тебе. Представим, что Артем Ревров боец UFC, под какой песней он выходит? Ну, какую-нибудь, с одной стороны, какую-нибудь русскую, а с другой стороны, ну, руки вверх, допустим, там, 18 мне уже. Что ты дарил супруге на первом свидании? На первом свидании, ну, поцелуй я точно еще тогда не подарил, это на третьем было. Самый такой классный, это, наверное, уже когда предложение делал, то есть открытку своими руками, все это вырезал, и там, вот, бумага цветная, это, я считаю, самый такой крутой подарочный. Сейчас это редкость. Когда в последний раз ты дрался? Дрался? Я вообще в жизни дрался, с котом последний раз я дрался, кстати. Он меня, представляешь, сижу телек смотрю, а он меня подходит сюда, щип, ну, пришлось ему втащить немножко, так, леща, такого вратарского. На каком европейском стадионе тяжелее всего играть? Когда играли Сенербакчев в Турции, это что-то было. После игры мы выиграли, я побежал, я в запасе был, Андрюха Дикань играл, я побежал радоваться к нему, и он смотрю, мне машет, типа, дурак, беги отсюда, не понимаешь, что происходит. И, знаешь, как пуля летает, и они берут эти монеты, как и наши пятаки, и прямо вот кидают туда. Реально, там, мне кажется, попадет в глаз голову, там пробьет. А у тебя были моменты, когда ты чувствовал, что у тебя звездная болезнь? Если бы я, наверное, к 20 годам, там, стал чемпионом России, или какие-то у меня деньги хорошие появились, наверное, бы она могла появиться. Расскажи про свой фонд. Как вообще появилась идея? Идея сама собой, она вышла, то есть это были конкурсы какие-то, да, там, для болельщиков какие-то дела, и потом я просто понял, что на самом деле все это просто можно организовать фонд. И вот то, что я кручусь там, скажем, в спартакской футбольной среде, и чуть-чуть силы, чуть-чуть выдумки, это может приносить, скажем так, хороший доход, который можно бросить на лечение детей. В пользу. В пользу детей. Поэтому мой доход и доход болельщиков, скажем так, он получится еще больше. Поэтому я подумал, вместо того, чтобы денег куда-то отдавать, я лучше создам фонд. Раскрой небольшой профессиональный секрет. Это первое интервью с Артемом Ребровым, где не будет вопроса про штангу. Про ветеринарию, не, про ветеринарию я сам сказал. Если забыть про штангу, самый тупой вопрос, который тебе задавали журналисты. Опять же, я даже это со штангой, я его не рассматривал как тупой, потому что я понимаю, у людей, наверное, своя профессия. Про штангу, конечно, я поставил бы на первое место, ну, а второе, как с ней поцелую, как еще. То есть продолжение, опять же, все только в основном. Целовался ли зимой? Да, зимой, а там не примерзаешь, ты зимой. А кто-то из героев Марвел. Опять же, если вспоминать детство, у меня была, ну, на тот момент у меня были большие уши такие, был чуб, знаешь, такой, меня чебурашкой называли. Кто там варвали у нас с большими ушами, может, и такого плана есть. Я просто не особый герой. Помощь зала. Кто? Артем, когда наши подписчики, подписчики Спорт24, фаната Спартака, узнают, что у нас будет интервью с тобой, они прислали нам свои вопросы. Я передаю привет, спасибо, что вы смотрите ребят, и вдвойне спасибо, что смотрите ребят, и что я здесь у них. Так что всем вам привет, Спартак чемпион. Пользователь Георгазарян спрашивает. Артем, вы были в Баку, какие места в Азербайджане вам понравились? Жили, опять же, вот тебе рассказывал, в старом городе жили, да, очень сильно понравилось. На башню поднимались, да много мест в Баку, такой хороший город. А так, вот Таиланд, самое яркое воспоминание из путешествий, да? Таиланд, Доминикан, вот в Японию собираемся, думаю, что в Японии станет номером один, надеюсь. Пользователь Татарич спрашивает. Артем, играете ли вы в компьютерные игры? Последний раз, когда я играл, у нас родился старший сын, 2010 год, я купил Xbox. Вот, по-моему, жена еще была беременна, я его включил, пару раз сыграл, и вот он где-то на даче валяется до сих пор. Это было, сколько получается, 8 лет назад. Я в основном играл какие-нибудь бродилки, то есть футбол, теннис вообще не мое, у меня вообще не получалось. Все сам видишь, да? По глазам. 2-1. Молодец. Артем, спасибо за игру, за интервью, было интересно, круто. Спасибо за вопрос, очень хороший. Смотрите наш YouTube-канал, читайте статьи на Спорт24, у нас очень много интересного, у нас очень много футбола. Артем Ребров, спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok